друзья всем огромный привет сегодня поработаем вот с такой профильной трубой в моем случае это 80 на 40 вам же всем приятного просмотра досмотрите ролик до конца и обязательно пишите ваше мнение ну а первым делом я нанесу удалитель краски старое покрытие нужно убрать в общем немножко трубу под зачистил нам нужно сделать ее поменьше с одной стороны отступлю 45 миллиметров и при помощи ушей обрезаю и размечаю кусок 44 5 то есть 4 у нас будет потом на поворот конечно можно было сразу отрезать кусочек размер 40 сантиметров сделать заглушечку и заварить я хочу еще так же сделать как и первый случай потом загнуть в общем подготовил вот такую вот болванку этот край пока зажиматель и заваривать не буду сейчас найдем центр с краев отступим по 4 сантиметра с этой стороны 42 потому что зажмется нашу металл накернил немножко маслечка серлышко на 10 точность вот так две линии сейчас будем это вырезать сразу необходимо будет обработать немножко на теме сейчас будем обварить в этом месте варить я буду использовать вот такой сварочный аппарат бренда ресанта это сайт по 220 энергия у нее куча возможностей сейчас вам расскажу все поподробнее данная модель многофункциональная большой информативный дисплей имеется различные режимы свар такие как миг сварка постоянным током среди инертного защитного газа мак среди активного защитного газа ручная дуговая сварка режим мм а режим тик ручная дуговая сварка не плавящимся электродом среди инертных газов и смеси и очень классный режим син миг это сварка постоянным топком среди защитных газов синергетическом режиме настроек в этом режиме минимальное количество настроек аппарат сам устанавливает необходимые параметры сварки вам только необходимо задать толщину металла от 0 8 миллиметров до 6 миллиметров и аппарат автоматом выставляет скорость подачи проволоки и силу тока но можно выбрать тип различных свариваемых материалов в различной среде защитных газов на табло отображается подстройка длины дуги и можно выбрать режим 2t и 4t на данном аппарате имеется возможность сварить алюминий но для этого нужно приобрести либо кислоновый канал наконечник и ролик для сварки алюминием либо горелку стоп гун в комплекте также нет электродержателя для режима мм а и для тех сварки также необходимо приобрести вентильную горелку сварочная проволока устанавливается боковой части тут все стандартно винт фиксации подающего ролика регулировочный винт прижимного механизма и прижимной ролик имеется переключатель для работы с горелкой не или горелки с катушкой а также кнопкой продувки газа так на данном аппарате есть возможность работать проволокой с порошковым покрытием функции на самом деле огромное количество я оставлю ссылку в описании под роликом также оставлю там промокод делай сам который позволит вам приобрести все сварочное оборудование с дополнительной скидкой 10 процентов так что вся полезная информация будет в описании под роликом переходим и смотрим а мы едем дальше вот так вот довольно неплохо с первого раза получилось все шлифанул чтобы все аккуратненько было взял такую вот сетку она была у меня 4 на 4 ячейка но чтобы мне уменьшить ее сделал 4 на 2 примерно если на нашу сетку вставляем вовнутрь теперь берем обычную каменную вату и нарезаем ее на кусочки и будем заполнять и сейчас вовнутрь готово получилось так сейчас немного подтянем струбцинкой в общем парил за под зачистил получилось так все аккуратненько сделал вот такую пластину и стройки из металла немножко с каждой стороны по сантиметру больше и немножко больше само отверстие чтобы она была вот таким вот образом то есть здесь видите немножко выступает сделал так лучше пластиночка она будет нас вот так вот вставляться закрываться сейчас тоже вот эту пластину прихвачу делаю на просто на прихватке вот так выглядит все конечно зачистил чтобы потом у нас форму легло хорошо теперь на на крышечку вот эту сделать получается какую-то ручку решил вот так вот сделать это было гайка я ее обточил сейчас затяну на клей посажу обрежу и получится у нас вот такая вот ручка здесь торчил заподлицо получается такая вот ручка закрывается теперь хорошенько обезжирю и будем красить красить будет термостойкой эмалью красочка подсохла вот так смотрится пока краска сокла сделал такую вот опалубку в размер вставил на пласт использую гипс не простой а для художественного литья сейчас творим его в воде теперь добавим черного колера и заливаем нашу оставляем сокнуть я интересный такой момент сейчас надо разобрать посмотреть что у нас получилось красота смотрите какая-то тише прям прям я себя почувствовал скульптором каким-то смотрите какая красота лишнее уберется какой кайф какая красота прям искусственный мрамор получился такой скажите красота такой вот рисуночек сейчас я все углы полирну был бы лак можно было бы еще акриловым лаком хорошими покрыть у меня к сожалению нету форма можно делать большую хочет больше хочешь меньше устанавливается все на своем месте крышечку можно снять как понимаете нас получился биокамин такой своеобразный теперь залью сейчас биотоплива для биокаминов он продается на маркете покупал на янекс маркете я много сейчас не буду пробовать заливать так немножко пробуем поджигаем вот так разгорается потихонечку пока красивый такой голубой пламя при помощи крышки мы всегда теперь может закушить надо разжечь красота так друзья полчаса уже горит трогай металл немножко теплый на руке может держать я думаю для безопасности еще можно что какой мы стеклышко придумать чтобы вот так вот ветер не сдувал и чтобы никто не сумму руку под открытый огонь а так для души для эстетики очень красиво получилось друзья но у нас получился вот такой биокамин своими руками делать все очень просто как видели а немножко усилий придать если будет интересно все полезные ссылочки оставлю в описании под роликом пишите ваше мнение что не хватает добавить чтобы вы изменили как вам вообще такой вариант в общем давайте встретимся в комментариях обсудим также не забудьте поставить по лайку поделиться с друзьями вам же крепкого крепкого здоровья до новых встреч пока пока